Здравствуйте, Эльдар! Меня зовут Виктория, я менеджер компании U-Market. Я так понимаю, вы заинтересованы в заработке на валютном рынке, так как скачивали книгу и видеокурс, правильно? Да, книгу скачал. Скачивали книгу, она пришла к вам на электронную почту? Так точно. Так точно. Эльдар, подскажите, пожалуйста, у вас очень такая плохая связь, не могли бы вы, может, изменить свое местоположение для того, чтобы я вас лучше слышала? Немного прерываетесь. Ой, попробую сейчас. Алло, алло, нормально, меня слышно? Нормально слышно? Да, говорю, так гораздо лучше. Эльдар, повторюсь же, я менеджер компании U-Market. Я так понимаю, вам вот интересно разобраться, в принципе, заработка на валютном рынке? Или же у вас есть опыт, вы просто хотели пополнить, скажем так, багаж знаний? Нет, опыта нету в рынке. Ранее не работали ни на валютном рынке, ни на торговых платформах, правильно? Нет, нет. Эльдар, подскажите, что вас привело к данной сфере деятельности, к получению пассивного дохода? Это просто выскочила реклама, я решил посмотреть. Заинтересовало меня. Как бы, демними лишними никому не бывает. Поэтому вы сказали золотые слова, я вам так скажу. Потому что, в первую очередь, работа на валютном рынке – это пассивный доход, который вас ни к чему не обязывает, на который вы тратите буквально 30 минут свободного времени выхода в интернет и зарабатываете. Возможности иметь доход в размере, ну, минимально, возьмем, 800 долларов в месяц. Вас бы заинтересовал? Ну, если я не лишнюю, ну, конечно, заинтересовал бы. Ну, а вы вообще, вот как скажите, чем вы занимаетесь, с кем вы работаете? Я инженер. Кто вы? Инженер? Да. А вы работаете на заводе или же на фирме? Где вы работаете? На предприятии. Да, на предприятии. Но это не завод, а предприятие. На предприятии. На предприятии. А вы инженер какого, скажем так, класса? Что вот вы? Зачем следите? По автомобилям. О, ничего себе. И какая марка у вас на предприятии авто? Мерседес. Мерседес. Ничего себе. Это очень красивая, достойная машина. Но, правда, запчасти на нее безумно дорогие. Ну, они качественные. Извините. Извините, но как бы за все можно платить. Не, я же не спорю. Особенно гидравлика очень дорогая. Знаю, как... Дни по-наслышке, скажем так. Очень хорошо знакома. Особенно на 220-м. Да, да, да. Скажите, на 220-м чего? А, Мерседес 220-й. А что там не так с пружинами? Я взял ли когда? Очень дорогие в плане того, что по замене. В плане этого. Ну, ладно. Понятно. Давайте поднямся немного слова. Мерседес, я так понял. Не у меня, а у родителей был. Давным-давно. Понятно. Это было очень-очень интересно. Простите, мы о Мерседесе будем разговаривать или о книге, или о чем мы... Нет, я просто с вами общаюсь. Скажем так, я поинтересовалась, чем вы занимаетесь. Может, у вас есть еще увлечение. Так как разговаривать, скажем так, с вами в холодном режиме я не буду. Я человек, вы человек. И нужно, скажем так, общение настраивать правильно. Но если бы я вам задавала лишь только вопросы и, скажем так, ничем бы не поинтересовалась у вас, вам было бы приятно от такой вид общения? Ну, не знаю, ну, вы позвонили мне по поводу книги и начали расспрашивать, где я работаю. Ну, то есть мне, как бы, мне тяжело ответить, как бы, это не секрет. Ну, я просто не понимаю, к чему дальше разговор пойдет, в какое русло. Ну, я у вас хотела бы поинтересоваться, то, что уже поинтересовалась, с кем вы работаете, и то, что дополнительный доход вас интересует. Я это поняла, что вы в этом заинтересованы. То бишь, я узнала ваш интерес, у вас к этому интерес есть. Я вам бы хотела в дальнейшем рассказать немного о нашей компании, о том, какие услуги предоставляет наша компания и дает возможности нашим клиентам, в первую очередь. Если у вас есть желание и возможность, скажем так, зарабатывать, то почему бы ей не воспользоваться? Наша компания на валютном рынке уже более 12 лет. Мы предоставляем уже более 12 лет качественные лицензированные услуги нашим клиентам. Сотрудничаем, скажем так, наш компаньон, банк HSBC. Это международный банк, банк международного уровня, которому уже более 150 лет. Банк пережил более 7 мировых кризисов. Также прошел две мировых войны и на данный момент продолжает лидировать, в принципе, по Европе в международных банках. Почему именно этот банк, так как данный банк предоставляет нашей компании возможность открывать сегрегированный, то есть это закрытый счет, счет закрытого типа для наших клиентов, когда они проходят активацию, чтобы все средства, которые они зарабатывали на торговой платформе, оставались только ихими средствами в первую очередь. Так как мы переживаем за наших клиентов, в современном мире очень много мошенников, очень много компаний-однодневок, и мы боремся с этим, с этой негативной, скажем так, информацией, с многим негативным опытом наших клиентов. Потому что действительно много людей обманутся в данной сфере, и это открытая информация. Наша же компания, для того, чтобы наши клиенты были в первую очередь уверены в нас и доверяли нашей компании, предоставляем все эти гарантии, все то, о чем я говорю, я могу подтвердить не только словами, а и, скажем так, действиями и определенными фактами. Наша компания регулируется Государственным национальным советом по финансовым рынкам. Это находится информация в открытом доступе на государственном сайте Трофорд. Вы можете вписать ее в платформу поиска Яндекс, Гугл, если у вас альфон, то бишь в Сафари, и просмотреть. Наша компания проходит ежегодную аккредитацию и аудит, для того, чтобы мы могли работать в принципе. Нас проверяют, проверяют все, скажем так, наши звонки, все наши отправления сообщений нашим клиентам, так как мы работаем через электронную почту, электронная почта просматривается. Ну, это все в открытом доступе, чтобы нас всегда могли проверить и посмотреть, не мошенники ли мы. Но если бы мы были мошенниками, мы бы уже 12 лет не существовали. Согласитесь. Не знаю, давайте посмотрим далее. Так как компания нефти существует не более 2-3 лет, мы существуем уже 12 лет. Нас регулируют государственные сайты-регуляторы, которые позволяют в принципе нам работу. А работаем мы на такой торговой платформе, как X-Critical. Эта платформа является также лицензированной для того, чтобы мы работали на ней, наши клиенты. Мы проходим ту же аккредитацию и аудит. То бишь это все взаимосвязано. Не пройдя аккредитацию и аудит, мы бы не смогли работать и работать на торговой платформе. Принцип заработка, если вы смотрели, довольно-таки, может, простой или же узнавали, мы зарабатываем на разнице цен валют. К примеру, вы приобретаете 1000 долларов за 50 тысяч рублей. Выходит новость, НСП безработица. Как это влияет? Доллар растет и уже по курсу рубля он стоит не 50 тысяч, а 70 тысяч рублей. Что вы получаете, скажем так? Вы зарабатываете на разнице. У вас разница идет 20 тысяч рублей вашего чистого заработка. Вы встаете в продажу, продаете и зарабатываете эти деньги. Мы зарабатываем как и на понижении валюты, так и на продаже. На продаже мы становимся в покупку, на понижении мы становимся в продажу. Но это все обучается в первую очередь, объясняется. Если у вас сейчас... Вы хотите сказать... Я извиняюсь, я хочу вас перебить. Простите за тактичность. Я просто вылетел, мне зовут, как вас зовут. Меня зовут Виктория. Виктория. Скажите, а на разницу по новостям можно так зарабатывать? Новости такие... Ну, откуда новости, как это происходит? Я просто первый раз слышу, я знаю, что... Ну, если цена растет, но она уже сразу с компенсацией идет, как бы... Ну, никто не может предугадать, что какой-то выход, какой-то того же... Той же новости может повлиять на доллар или... Вы просто не успеете до того, как новость выйти, купить тот же доллар, потому что эта информация, ну... Ну, это слишком, мне кажется... Ну, не очевидно. Давайте я вам объясню. Как это работает просто, да? Наша компания, в первую очередь, прежде чем предоставить работу на валютном рынке нашим клиентам, проводит аналитику. У нас есть эксперты, которые проводят аналитику всего валютного рынка. Это как графики, валютные пары, так и масс-медиа моменты. Я думаю, может, слышали, может, нет. Есть такой сайт, как investing.com. Данный сайт находится в открытом доступе. Это, скажем так, международный сайт, который предоставляет и аналитику, и новостные моменты, и, в принципе, все, что происходит в мире. Как и на валютном рынке, да и в общем. Наши эксперты проводят фундаментальный анализ всего валютного рынка. Это те люди, которые более 8 лет этим занимаются. Они могут, скажем так, благодаря проведению аналитики, провести вот что. В такое-то время, допустим, закрытие американской сессии, можно выйти на валютный рынок и открыть сделку по валютной паре евро-доллар, так как на это влияет, что, допустим, в Америке переизбрание президента, как это было ранее, или же Черная пятница, что на данной валютной паре можно заработать. Работа на валютном рынке строго проводится после аналитики всего происходящего. Что повлияло, допустим, в прошлый раз на такое изменение, как может повлиять будущее изменение. То, что происходит в мире, это новости, это катаклизмы, это пожары, это переизбрание, это праздники. Все влияет на изменения на валютном рынке. Вы знаете, как влияет китайский Новый год на валютный рынок? Не знаю, как, скажите, почему. Очень интересным образом. В Китае есть традиция дарить золотые подарки, украшения, что-либо золотое на новогодние праздники. Что происходит с товаром, когда его становится, скажем так, не в переизбытке, а очень мало? В дефиците это называется. В дефиците, да. Ну, цена повышается. Я не слышал, что в Китае золото дарит. У них тоже сейчас сказать. После этого коронавируса у них сейчас... Вы можете это открыть? Это очень давняя... Нет, я... Если у вас сейчас есть... Я понимаю, послушайте меня, Татьяна. Вы можете проверить это, вы можете посмотреть. Татьяна, очень нехорошо, когда я начинаю говорить, что вы мне не даете слова сказать. Я слышал, но, возможно... Ой, я извиняюсь, Виктория. Простите еще раз. Виктория, смотрите, возможно, есть такая тенденция в Китае, но на уровне сегодняшней пандемии, а также вы знаете, что все произошло, коронавирус пошел от Китая, то сейчас они тоже как бы в таком очень большом убытке. Вы можете сейчас тоже посмотреть, открыть акции от той же Sony различных компаний. У них сейчас немножко... У них падают акции. То есть я не думаю, что сейчас китайцы будут дать золото. У них сейчас... Сейчас, по большому счету, во всем мире, из-за этой пандемии, она везде, везде, безработица, везде. Ильдар, извините, я вас остановлю на милочку. А подскажите, что у вас с голосом? У вас очень, скажем так, он странно звучит. Это связь или вы говорите через какую-то программу? Я не могу понять. Я не знаю, ну, может, это связь такая. Голос как голосом, а что с ним не так? Хорошо, не надо, просто я поинтересовалась. Вот, по поводу золота в Китае. Ну, не знаю, у меня там товарищ работает в Китае. То, ну, я бы не сказал, что они там шокуют и что позволяют себе покупать подарки золотом. Ну, ладно, давайте пройдем дальше. Хорошо, скажите, как вы работаете. Такое впечатление, что вы мне в чем-то не договорили. Может, вы все-таки знаете принцип заработка на валютном рынке, как вообще это проходит? Так как вы мне говорите те моменты, которые новичкам не знакомы. Почем? Послушайте, Виктория. Ну, мне ж не 15 лет. Я как бы понимаю, что происходит в мире. Я не говорю, я вас просто уточнила. Я живу в Европе уже, так сказать, больше 10 лет. Как бы я во многих странах был. И, ну, то есть вы мне как бы говорите какие-то вещи, которые меня совсем не удивляют. Нет, поймите, я ничего не... Ну, я даже с некоторыми вещами могу даже с вами поспорить. Это же замечательно, когда вы, ну, всесторонне развитый человек. Я вам ничего не имею против, я просто вас поинтересовалась. Вы спросили принцип работы у меня. Что конкретно вас интересует? Именно вот есть какой-то конкретный момент. Я так понимаю, у вас уже сформировался определенный интерес. Задайте мне вопрос, я вам на него отвечу. Ну, смотрите, Виктория. Изначально все началось с книги. Вот, она вылезла мне реклама, я решил посмотреть. Я успел немножко даже почитать. Честно признаюсь, что эта книга мне не понравилась даже не то, что дизайна. А, ну, слишком большие страницы и большой текст. То есть, обычно книги так не пишут. Ну, я только вот начал читать, и вы мне позвонили. То есть, позвонил человек, который что-то может предложить. Я вот хочу выяснить, что вы хотите мне предложить. Вы у меня спрашиваете, как я хотел бы. Ну, я понятия не имею вообще о финансовых рынках. Я только начал читать, только начал узнавать. А вы у меня хотите что-то узнать, что я знаю о финансовых рынках и как я хотел бы работать. Ну, хотел я бы деньги зарабатывать, Виктория. Давайте я вам тогда сейчас покажу формат работы на нашей торговой платформе. Вам теперь удобнее сойти на торговую платформу? Все, очень просто я отправлю вам на вашу электронную почту смс-оведомления с переходом на торговую платформу. Ссылка. Вам удобнее будет на электронную почту или на мобильный телефон? Ну, давайте, не покуда. Вам удобно и туда, и туда, правильно? Да, туда. Хорошо, буквально сейчас ожидайте 30, ну, буквально 30 секунд, минутку на линии, хорошо? Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это моя электронная почта. Открывайте сообщение. Первая ссылка в данном сообщении, это ссылка на государственный сайт Срофор, который предоставляет нам сертификат соответствия. Это сертификат, тот, который является гарантом нашей компании, одним из тех небольших гарантов. Мы проходим аккредитацию аудит для его получения. Я вам об этом говорила. Помните? Да, да, да. Это, скажем так, государственный регулятор. Вы можете открыть, просмотреть и ознакомиться с ним, так как лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Правильно? Ну, я хочу, чтобы вы были уверены, в первую очередь, в моих словах, и я все свои слова стараюсь подтверждать фактами. Вторая ссылка. Вторая ссылка. Вторая ссылка, это ссылка на торговую платформу X-Critical. Электронная ваша почта, это ваш логин. Подождите, X-Critical, это U-Market. Да, U-Market. Да, U-Market, это X-Critical. Да, ну, U-Market, это наша компания. А X-Critical, что это такое? X-Critical, это торговая платформа. Я вам о ней говорила, что на данной торговой платформе мы можем работать, лишь пройдя лицензию. Получив сертификат, что мы лицензированная компания, мы можем работать на данной торговой платформе, так как она также является лицензированной. Без лицензии мы на нее не смогли бы работать, не смогли бы на ней работать. Смотрите, открываем. Вы с телефона будете заходить, правильно? С ноутбука уже заходите. Или с компьютера. С ноутбука уже заходите. С ноутбука уже заходите. Хорошо. Хорошо. Вы сейчас на торговой платформе? Только заходите? Ну, я зашел в U-Market, логин и пароль. Логин, это ваша электронная почта. Пароль, это U-M, английский. Цифра от 1 до 6, это в электронном сообщении было указано. Ага, вижу, вижу. Там все указано. Данный пароль является единоразовым. Он предоставляется нашим клиентам для входа на торговую платформу. Сейчас, как только вы перейдете, мы с вами сразу же перейдем в личный кабинет для изменения пароля. А так как это, в первую очередь, идет ваша электронная платформа. Что? Написано красным. Incorrect email or bad passport. То есть, неправильный логин или пароль. Сейчас, одну минуту, я проверю данную информацию. Оставайтесь на линии. Давайте тогда сейчас сверим вашу электронную почту. Она у вас начинается в Forest D440. Forest DTF. Да-да. Что-что? Forest DTF. DFT, точнее. Да. DFT, да-да-да. 445. Собака. Mail.ru. Собака. Да, верно. Mail.ru. Хорошо. Электронная почта указана правильно. Вы вводили пароль с маленькой... Смотрите, Виктория, я немножко все сделаю проще. Я скопировал у вас все сообщения, ну, все сообщения, логин и пароль, и просто вставил. Я не вводил заново. Хорошо. Секунду, я тогда отправлю на тех отдел, почему оно к вам не открывается. Одну минуту. Попробуйте перезагрузить страницу и ввести заново. Как только перезагрузится страница, введите, и когда введете, скажите мне, что вы будете видеть на экране. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Ну, загрузилась платформа. Скажите, что вы перед собой видите? Ну, куча цифр, какие-то... Продвигают какие-то графики. Депозит, свитч, лотки, лайтвэшн. Да, вы перешли на торговую платформу. Смотрите, для удобства я бы вам советовала. В верхней правой части экрана у вас есть как планета, и там можно переключить язык. Можете переключить, если удобства, на русский язык, да. Да, переключил. Смотрите, далее у вас идут настройки, расширения и как человечек. При наведении на человечка у вас откроется мой кабинет. Мой аккаунт, ваш личный скандар-кабинет. Сейчас вы, я думаю, увидите сразу, это те платежные системы, которыми пользуется данная торговая платформа, через которую можно активировать и выводить ваши средства, уже заработанные ваши деньги. Но к этому мы вернемся немного позже, это более в конце тренинга. Нажмите на личные данные. Виктория, у меня высвечивается... ...эррор 10-20, access-demand, what happened, и какая-то ошибка. Одну минуту. Попробуйте перезагрузить страницу. Я сейчас попробую зайти на свою торговую платформу, ну, секунду. Может, это... Ну, я вот только что зашла на свою торговую платформу, все работает. Ну, я вам просто говорю, что мой аккаунт, эрор 10-20, access-demand. Потом такая прямая черта. Клауд, мой аккаунт. Ничего страшного. Сейчас я тогда передам запрос на техотдел, чтобы они проверили, что происходит, в принципе, может, проблема с подключением. Ну, ничего страшного. Я не могу быть с другого браузера. Попробуйте с другого браузера. С какого браузера вы заходили? Chrome. Попробуйте с Яндекс. Яндексом не пользуюсь, я стандартным сейчас попробую. Попробуйте. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте. О, есть, да. Зашло. Хорошо. Тогда давайте сделаем так. Я вам сначала все расскажу, и потом мы уже перейдем в личный кабинет. Хорошо. У вас открылась торговая платформа, вы можете ее перевести сейчас на русский язык, для вашего удобства. Что вы видите перед собой? Перед собой у вас, я могу предположить, с левой стороны это валютные пары, с правой стороны график. Правильно. Перед вами, скажем так, график китайских свечей. Красные и зеленые. Я вам хочу показать на такой валютной паре, как франк-доллар. Это, раз, два, третья валютная пара по счету. Видите? Австралийский доллар, евро-доллар и франк-доллар. Да, 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 да. Смотрите, что нам сейчас нужно сделать. У вас идет, первое, что это звездочка, название валютной пары, потом идут проценты, продать, сумма, купить, лимит, и в самом конце идет небольшой такой квадрат с изображенными свечами. Нажмите на данный график. Вы нажимаете у вас с правой стороны, открывается график данной валютной пары. А немного выше написано, что это график по этой валютной паре. Чтобы именно вы убедились, что это валютная ваша пара. Мы выбрали франк-доллар. У вас стоит часовой график, и вы сейчас наблюдаете формирование красной свечи. У вас идет несколько зеленых подряд. Красная небольшая, и сейчас формируется также красная свеча. Вы это видите? Да, 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 я вижу. О чем нам это говорит? О том, что на данный момент валюта падает, и наши клиенты, если они сейчас выходят на торговую платформу, они открывают сделки на продажу. То бишь, они продают валюту. Зеленые свечи указывают на то, что валюта растет, и, скажем так, на валютном рынке быки, которые поднимают валюту. Когда же мы наблюдаем на графике красные свечи, то бишь, валюта падает, и медведи ее давят. Если вы смотрели вдруг фильм «Волк с Волк-стрит», я думаю, вам данное значение будет знакомо. Угу, да, да, да. Но я не смотрел, я понял. В этом... Ну, это все очень легко и понятно. В этом нет никаких сложностей. Платформа, скажем так, сделана в таком формате, что в ней не сложно разобраться. Если вы перейдете вот на графике в верхний левый угол, у вас будет как один час. Выбран график в представлении одного часа. Нажмите на один час и выберите один день. Там просто есть день. В верхнем левом или в верхнем правом? В верхнем левом. Смотрите, вот именно, где вам представлен график, у вас сверху идет, как, отдел «Продать», «Купить», и вот с левой стороны один час стоит. Именно в окошке, где график сам представлен. Видите? Да, да, да. Ну, вижу один час, да. Нажмите на один день. Нажимайте на один час. Что вы видите перед собой? Подождите, я не пойму, куда нажимать? У вас, когда вы смотрите на график, влево идут валютные пары, вправо график китайских свечей. И, скажем так, зрительно, вы можете наблюдать между окном валютных пар и окном графиков вот такую линию, что у нас... А, так подождите, Виктория, тут такой внизу, внизу есть ползунок синий. Я вот его подвинул, и графики расширились. Это... А, так вы наблюд... Нет, не оно. Смотрите. А, все, я увидел день недели, восемь часов, да. Я... Я нашел, да. Вам нужно найти там, где один день. Видите, просто написано день. Я нашел. Идет одна минута, пять минут, пятнадцать, тридцать, час, четыре часа, восемь день, неделя. Да, да, да. Все, хорошо. Открыли на день, правильно? Вы сейчас можете наблюдать, хоть и в часовом графике были, сформировались красные свечи, но в дневном графике у нас идет валюта на рост. У нас формируется дневная свеча зеленая. Это влияет на то, что наши клиенты зарабатывают в данный момент. И, скажем так, многие наши эксперты советуют открывать сделки, регулируясь на данный дневной график. Так как мы можем проследить, как сформировалась свеча вчера, позавчера. И, в принципе, если колесом на мышке, скажем так, отдалиться, мы можем наблюдать, как по графику валюта резко ушла на падение, очень сильно. И сейчас она, скажем так, нормализировалась и, наоборот, пошла в рост. Вот, допустим, сейчас... Вот, допустим, сейчас по графику хочу посмотреть. Вы можете на 18 марта по графику вернуться и посмотреть, насколько низко находилась данная валютная пара. Какое было падение валюты? Ну, дело в том, что, Виктория, это все можно посмотреть. Я сейчас даже в гугле забил. ГПП слэш и первое, что убивает, это 1 фунт стеревого равнового фунта, 1,36 доллара США. Ну, то есть, я могу это просто даже так же смотреть в гугле. Ну, да, какая-то информация. Да, эта информация находится. Если вы сейчас убили, если вы сейчас, скажем так, в интернете, напишите, пожалуйста, инвестинг ком. Вау, наше время? Открывайте сайт. Это тот сайт, который я говорила вам, аналитика. Сейчас, секундочку. У вас в верхней части будет перечень разных отделов. Нажмите на отдел «Брокеры» и сразу же на «Форекс». Так, секундочку, я же в мобильной версии. Лучший брокер или куда нажимать? А, вы с ноутбука заходили. А я из ноутбука, из телефона. Пока я смотрю на ваш график, я зашел сюда посмотреть, какие вообще графики. Будем переключаться. Так, «Investing.com». Ну, я сейчас поставлю версию для ПК. Так, ну, в принципе, я целый телефон вижу то, что подруги это «Брокеры», да, говорите? Хорошо. «Брокеры» и «Форекс». Что вы сейчас видите перед собой? Каталор «Брокер» в «Максу Маркет» в «Альбарине». Наша компания находится шестой по списку, то бишь информация о нашей компании находится в открытом доступе. Вот, «Юмаркет». Почему я вас сразу перевела сюда? Хочу вам подготавливать общество на нашем... Нажимаем «Поктdecica», «Альбаринс», «Альбаринс», «Рис...» «Октайф, «ФПХ, КОМ,АЛЕКС, АЛЕКСО». Эс-Маркетс, РС-Маркетс это вы что-ли? Кто, что, что? Ей... Ну, я вас тут увижу. Прочит, что вы в шестом списке. Ну, я вот сейчас смотрю на данный список, и мы шестые идем. Вы точно то открыли? Да, мы сейчас через год попробуем. Посмотрите, что у вас там. Я сейчас открыла так же самое инвестинг ком, и мы идем шестые. Брокеры Форекса, мы шестые. Почему я вас так же сюда перевела, чтобы вы могли посмотреть, что наша компания действительно является компанией-брокером, которая предоставляет услуги. Видите, там идет длинный черный прямоугольник и название нашей компании. Do Market. На данном сайте можно просмотреть те компании, которые, скажем так, лизируют, а также те компании, которые находятся в... У меня вы девятые, девятые в списке. Вы шестые, а девятые. Канал, я... Вот, только что обновила. Вот мы пятые. О, нет, шестые. Раз, два, три, четыре. Да, мы шестые. Вот только что обновила. Ну, я тоже только что обновил. Читаю. Сверху вниз. О, я что-то... Свист. Вам что-то пришло, я вас не слышала только что. Повторите, пожалуйста. Вопрос уведомления. Приходило, я вас не слышала. А у меня идет наоборот. У меня идет Альпари, потом Банк ЛТД, потом ФСПро. Трэйдинг Ком. Аликс и вот мы идем, Юмаркет, шестые. Странно. Вроде бы... Ну, это может связано с местоположением. Оно подтягивает каких-то европейских сюда. Я даже не знаю. Ну, почему так? Ну, я серьезно, ну, даже скриншотом сгибают в девятые по списку. Я не знаю. Чем-то сразу. Ну, все, важно. А где вы сейчас находитесь? В Чехии. В Чехии? Ало. Ало. Приходите, в Чехии. Я нахожусь на юриде. Ало, ало. Ало, ало, да. Так, вы меня слышите? Проверим связь. Я вас слышу. Вы меня слышите? Да, сейчас я вас тоже слышу. Ало, смотрите. Так как я нахожусь на территории Российской Федерации, оно у меня по списку выходит в пятом. Может, из-за того, что вы в Чехии, оно у вас идет в девятом. Так же тут можно посмотреть черные списки компаний для того, чтобы в первую очередь убедиться, просмотреть, что компания, с которой вы вдруг начнете сотрудничать, не является компанией-мошенником. Давайте вернемся на торговую платформу. Угу. Перешли? Да. Я не уходил. Смотри. А, ну, имеется в виду вкладки на вкладку. Так же я вам хотела рассказать, что не рассказала в некоторых моментах работы с нашей компанией. То, что мы предоставляем личного эксперта, это тот человек, который будет с вами на протяжении всего вашего сотрудничества, на протяжении всего сотрудничества с нашей компанией, с вами работать. Предоставлять эти готовые параметры, это я говорила. Хотелось еще рассказать о таком моменте, что многие компании также предоставляют экспертов. Но не каждая компания может предоставить безрисковый вход на торговую платформу. Что из себя предоставляет безрисковый вход? Это страховка новости, которая предоставляется не всем, конечно, нашим клиентам, для того, чтобы вы в первую очередь попробовали себя на валютном рынке. Если вы поработали в режиме страхования, что вы открываете сделки, вы работаете, весь заработок, который вы получаете с открытой торговой сделки, согласно параметрам, предоставленных экспертам, он остается вашим. Но в случае, допустим, 10 открытых сделок, 3 из них убыточные, то наша компания возмещает вам убыток по данным торговым сделкам. Если у вас убыток 3 доллара, мы возмещаем вам 3 доллара, 13, это также возмещается 13 долларов, не в зависимости от того, какая сумма убытка, мы ее возмещаем. Так как вы работаете в режиме страхования. В первую очередь вы пробуете себя, и вы понимаете, что даже если вы работаете, в любом случае ваши деньги останутся вашими. Они не уменьшатся, они только приумножатся. Это довольно-таки интересное предложение, особенно сейчас в преддверии Нового года. Это, я могу сказать, даже очень хорошее предложение, чтобы зайти и попробовать себя на валютном рынке в безрисковом режиме. Поработать, посмотреть, узнать, что это такое и как оно вообще проходит. И в чем очень большой плюс, что я всегда говорю, советую и настаиваю для работы с нашими клиентами во время работы, чтобы как только вы проработаете 2 недели, я уверена, что, ну, данная сумма вашей первоначальной инвестиции, скажем так, вернется вам полностью, сразу ее вывезти. Я всегда рекомендую, настаиваю, так как, ну, выведите свою первую изначальную инвестицию для того, чтобы вы уже работали на заработанных деньгах, чтобы вы свою изначальную инвестицию забрали. Я всегда на этом настаиваю, так как, ну, в первую очередь это, ну, это же хорошо, когда вы проработали полмесяца, заработали, допустим, 500 долларов, и можете работать, вывести их на свои какие-то определенные нужды и работать уже, скажем так, дальше на вами же заработанных деньгах, забрав свою изначальную инвестицию. Ну, это довольно-таки интересное предложение для наших клиентов. Которая предоставляет наша компания. Согласитесь, да? Угу, угу, да-да-да. Алло? Да, я слышу, да, я слышу. У вас просто что-то, вот, как, звук какой-то непонятный, я не могу понять, вы меня слышите или эта связь прерывается? Нет, я слышу вас, я слышу вас, заказа. Все, хорошо, я всегда стараюсь переспросить, ну, для того, чтобы, ну, общение в любом случае проходило, и клиент меня слышал. Также, что хотелось бы дополнить, наши клиенты, мы, как бы, на самом деле, на том, чтобы наши клиенты проводили оплаты, активации и вывод своих денег строго по всем банковским нормам и стандартам, так как мы по ним работаем. Мы работаем строго по банковским стандартам, это вывод средств на вашу банковскую карту, вами, он может совершаться в любое для вас удобное время, если вы хотите вывести, там, завтра, послезавтра или же прямо сейчас, вы берете и выводите свои деньги. Как многие компании говорят о том, что вот, там, активируйтесь и доплатите, нет, никогда нельзя долаживать до первоначальной инвестиции, вы приносите данную первоначальную инвестицию для того, чтобы вы имели возможность открывать несколько рабочих торговых сделок и зарабатывать. За данную инвестицию берется наш эксперт, и вы ее уже видели на инвестинг, это сумма в 500 долларов. Это, скажем так, сумма, которая была выведена согласно 12-летней аналитике, что это самая наиболее актуальная сумма для выхода на валютный рынок. Можно выходить с любой суммы, но заработок, за который мы несем ответственность, мы несем вот с этой суммы. За эту сумму берется также личный эксперт. Платежные системы Visa MasterCard вам знакомы? Да, MasterCard. Скажите, Витой, а... Да. Да, да, да. А как можно почитать там ваши все условия, то есть, вот, вопрос такого характера? У меня есть кабинет, да? Мой личный кабинет. Да. Такой вопрос... Смотрите, ваш сайт работает с деньгами, правильно? Ну, с финансами. Да. Да, все верно. Вот, когда я пополняю, пополняю свой счет, был депозит, который, с которым я буду в дальнейшем торговать, правильно? Да. Куда эти деньги отправляются? В компанию или в какой-то банк? Давайте в начале разговора я вам говорила о том, что один из наших компаньонов, это банк, с которым работает наша компания, банк HSBC, банку 150 лет, я вам рассказывала. Он пережил две мировых войны, также семь мировых кризисов, и на данный момент банк продолжает, скажем так, лидерство на уровне банков и всего остального, скажем так, что это банк-лидер, один из лидеров европейских банков. Также о нем информацию вы можете открыть и проверить, что самое главное, на таком сайте, как NSFR. Давайте сейчас сразу вместе с вами проверим, чтобы я вам это все показала, чтобы вы наглядно посмотрели. Банка, повторите, пожалуйста. Хорошо. Узвание банка. H-S-B-C. Вы вводите именно название банка или сайт? Ну, вы сказали H-S-B-C, ввод я ввел, а H-S-B-C, ввод в Википедии, ну, то есть, такого плана. Смотрите, у вас как-то... Что, квартира Лондон, Великобритания, да? Да, это, да, все правильно. Я вас села именно на конкретный сайт банка перевести через... Нет, это я в Википедии смотрю, то есть, Google же открывает и параллельно в Википедии, то есть, число сотрудников, капитализация, генеральный директор, Нойл Куин. Ну, то есть, все я вижу тут. Это да. Вопрос в чем, смотрите, если, ну, как по правилам, если вы сотрудничаете с этим банком, да? То есть, я, когда пополняю счет, получается, на счет банка, ну, соответственно, мне нужно получить расчетный счет от банка, иметь доступ, да. Как я могу иметь доступ к этому банку, чтобы это было, как бы, или я буду иметь доступ через вас? Смотрите, наши клиенты, когда проводят активацию, они выводят и заводят средства через эти платежные системы, и когда вы активируетесь, для открытия вам торгового счета, куда вот, как вы сможете выводить ваши деньги, вы проходите также активацию. Активация – это мы проверяем вашу личность, отправляя документы в банк, фотографию ваших документов, для того, чтобы банк проверил, действительно, вы являетесь той-то личностью. Если, скажем так, по банковским каким-то стандартам, ну, что-то произойдет не так, ваши деньги вам возвращаются на карту. Вы проходите подтверждение личности в банке. Например, фотография водительских прав или же других либо документов, но это все более эксклюзивная, скажем так, информация, это уже в дальнейшем в нашем чине. Я вам расскажу, давайте разбирать все по порядку. Но для того, чтобы вы все могли с нами сотрудничать, и мы были уверены, что вы реальный человек и все остальное, вы проходите подтверждение личности. Так как, в первую очередь, мы регулируемся государством, чтобы через нашу торговую платформу не проводили никакие, скажем так, мошеннические действия. Это как выводы из завода средств. Ну, разные моменты в данном мире могут происходить. Для того, чтобы не было подобных ситуаций, каждый наш клиент проходит данную процедуру. Ну, подождите, вы имеете в виду, что бы я какие-то вам персональные данные, сканы, документы отправлял? Вы это имеете в виду? Да, это идет как подтверждение вашей личности. Не сканы, а фотографии. Ну, это те документы, которые мы вставляем в банк. Подождите, Виктория, я не пойму смысла вам быть посредником. Почему я не могу напрямую отправить банку документы, открыть у них счет, да, с вашей поддержкой? То есть там, я так понял, что вы будете, вы предоставляете информацию, и вы как бы, вы говорили, что процент вы берете от вывода, правильно? Нет, мы не берем никакой процент от вывода, я вам такого даже не говорила. Мы взимаем комиссию. Вы мне, по-моему, что говорили. Ну, комиссию, да, 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 ну, процент комиссии, ну. Ну, не процент от вывода, вы сказали, мы не взимаем от вывода процент. Вы немного неправильно просто сказали, я вас поправляю в Кампу. Мы взимаем комиссию за открытие торговой сделки. Два с половиной доллара. То есть открывается сделка, а это мне, ну, то есть, ваша... Так, да, алло, алло, я слышу, я просто думаю. Смотрите, вы... Если вы захотелись, давайте разберемся по порядку. Да, давайте. Что-то? Я понимаю, ну, действительно, много информации. Вы могли запутаться. Как происходит принцип заработка? У вас есть вот торговая платформа. На торговой платформе есть определенные инструменты. Это валютные пары, это драгоценные металлы, это нефть и это акции. Также есть криптовалюты. К примеру, мы выбираем валютную пару евро-доллар. На торговой платформе вы видите на отпись, когда открывается валютная пара «Купить-продать». Вы нажимаете, допустим, на «Купить», у вас открываются параметры для покупки. Вы выбираете, с какой маржой вы будете заходить, там, 100% или же нет, но это, скажем так, дальше будет объясняться. И открываете сделку. Сделку вы открываете с выставлением определенных параметров. Они называются как «stop loss» и «take profit». Вы выставляете, чтобы вы, допустим, позволенные параметры, там, ух, просадки. Это снижение валюты, допустим, там, 50 долларов. И заработок вы выбираете, когда торговая валютная пара пройдет, допустим, 50 пунктов, сделка автоматически закрылась. Но все сделки, все открываете только вы, никто другой. Доступ к торговой платформе только у вас. Как происходит вывод и завод средств? Вывод и завод средств происходит по банковским стандартам через визу или же мастер-карт. Это вы можете нажать на кнопочку «депозит», у вас откроется выбор банковских карт и карта. Давайте вот, ну, нажимаем на визу мастер-карт. Вот, виза. На кнопочку «депозит», да? На визу нажмите, у вас появится банковская карта. Номер карты, срок годности карты, владелец карты, и ЦВВВ, и ниже сумма. Сейчас, одну минуту. То бишь, все проплаты, все проплаты проходят через ваш интернет, смс-банкинг. У вас есть ваш онлайн-банк. Вы видите, как все отслеживается, куда направляется ваша транзакция. И для того, чтобы транзакция прошла во время, вот, скажем так, проведения данной суммы, вам будет, если вы совершали покупку в интернете, вы видели, что приходит код подтверждения, что вы можете вывести данные деньги со своей карты на торговую платформу. Так же самое и в обратном порядке. Вам приходит смс-подтверждение, что вам заходят вот средства, что вы выводите из торговой платформы. Чтобы вывести из торговой платформы средства, вам придет сообщение на ваш номер телефона. Так все подвязывается в личном кабинете, чтобы никто другой не имел доступа. Когда заводите вы деньги на... Я возвращаюсь к этому же вопросу. Вы заводите деньги на торговую платформу, а наша компания не имеет к ним доступа. Вы их ложите на свой торговый счет. Ну, это не общий счет компании, это только ваш торговый счет, на котором вы видите, сколько у вас на торговом счету. Так, а почему мне непосредственно торговый счет заключить с этим же банком напрямую? Зачем я буду видеть через вас там... Почему именно так происходит? Мы предоставляем услуги нашей компании. Это как личный эксперт, это страховочный вариант. И скажем так, в пакет данных услуг входит активация торгового счета с нашей вот стороны, что мы предоставляем уже по заключению договора с банком все данные по нашему клиенту. Так как наша компания... Это обратная схема, я не пойму просто зачем. В плане чего? Я просто не пойму зачем. У нас есть финансовая деятельность, которые уже напрямую работают. Вы заключаете договор с банком, что якобы я буду сотрудничать с банком и получается будет происходить комиссия за сделанную сделку. Ну, просто это очень-очень запутанно, очень странно. Виктория, вам не кажется? Вы перерывались. Одну минутку, одну минутку. Вы перерывались, я пыталась вам сказать, но вы перерывались. Сейчас одну минутку, я сейчас постараюсь наладить связь. Повторите то, что вы сказали. Смотрите. Получается, с ваших слов, что вы говорите, вы заключаете договор с банком про то, что якобы я, ну, стою клиентом этого банка и должен платить комиссию за выполненную сделку. Правильно? Или как? Я не так вам говорила. Подождите. Вы неправильно поняли. Смотрите. Давайте еще раз, потому что, ну, я чуть ли не записываю ваше каждое слово. Вы должны понимать непосредственно выгоду нашей компании. Это что? Наша компания зарабатывает на... Алло, алло, вы попали? Да, я здесь. Есть два типа компаний. Есть те компании, которые зарабатывают на активации торгового счета, на пополнение торгового счета. Им не важно, сколько, во 100-200 долларов. Эта сумма есть, в принципе, у каждого. А наша компания зарабатывает на комиссии, на фиксированной ставке за каждую вашу открытую торговую сделку. Чем больше, соответственно, вы открываете сделок, тем больше мы зарабатываем. Поэтому нам выгодно давать правильную аналитику для наших клиентов, которая будет приносить вам прибыль. Вам это сделок, а нам это комиссии. Так, а как, подождите, как происходит, ну, кто с кем заключает договор? Вы заключаетесь с нами, с нашей компанией, с компанией U-Market, с сертифицированным европейским брокером. Мы же в первую очередь с банком, так как это наш банк... Это наш главный партнер, банк HSBC. Мой счет в банке, который заключен с вашей компанией. Все верно. Так, а кто имеет тогда доступ к... Так, получается, если... Хорошо, если вы заключаете с банком договор, как я могу управлять этими же счетами, если заключен договор с банком, вы заключили договор с банком? Как я могу... Как я могу... Я могу... А, финанс. Так, а как они могут обноваться моими, если договор... Так, если договор с вами и с банком заключен, а я тут вообще ни при чем... Они... Банк предоставляет, значит, расчетный счет, да? Договор с банком... Вы имеете доступ к деньгам. А как я могу управлять своими деньгами? У вас ваш торговый счет. Это вот... Является, что вы выводите деньги со своего торгового счета. Работаем мы по банковским стандартам. Я вам это говорила. Виктория, смотрите, я все равно не понимаю. Как я могу управлять своими деньгами, счетом своим, если у вас договор с банком, у которого расчетный счет, и мои деньги лежат в этом расчетном счете. То есть я к банку никакого, получается, отношения не имею. И, получается, деньги в расчетном счете лежат, у вас, в вашей компании, потому что у вас договор с этим банком, не со мной договор. Как так получается? Ну, я, может, что-то не понимаю. Может, вы мне просто не договариваете какие-то тонкости? Я просто не... Я просто... Цитирую то, что вы говорите мне. Так вы гарант или... А зачем? Это банк, наш партнер. Если бы хоть какая-то неправомерная операция, мировые платежные системы с нами бы не работали. Visa, MasterCard. Наши бы все счета заблокированы были. Мы бы не могли работать на платформе. Мы работаем уже более 12 лет с этим банком, данной платежной системами. Нас бы даже элементарно не существовало, если бы мы проводили какие-либо неправомерные действия. Одна жалоба от наших клиентов, обоснованная жалоба, и мы несем колоссальные потери. Оно того стоит, из-за суммы, извините, 500 долларов, помести компании колоссальнейшие потери, которые могут привести к тому, что наша, во-первых, компания закроется от того, что, ну, мы вообще не будем работать, потерять тот сертификат, ради которого мы проходим ежегодную аккредитацию и аудит. Ежегодно. Разве оно стоит, извините, активацию одного торгового счета потери такой 12-летней репутации? Мы заинтересованы исключительно на это срочное отношение. Я понял, Виктория. Но в этом моменте все равно мне непонятно. Смотрите, вы говорите, что вы будете гарантом между банком HHSBC и мной. Правильно? То есть вы гарант. Да, все верно. А какие могут быть риски между мной и тем же банком? Он является одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире. и то есть еще нужен гарант вашей компании? То есть этот банк, ну, я так, я просто за него читаю, ну, это серьезный банк. А, ну, зачем мне гарант именно ваша компания? Ну, вы же не с помощью банка будете зарабатывать, а с помощью нашей компании. Аналитики, аналитики, готовых параметров сделки, которые предоставляет наш эксперт. Так, смотрите, я все прекрасно понимаю. Я к этому... рассказываете? Конечно, я... Если вы мне будете предоставлять информацию, которая будет, как говорится, на которой я буду зарабатывать, не проще ли сделать так? Я заключаю договор с этим банком на открытие счета при условии, что эти финансы, которые я буду... которые будут вложивать в сделки при выводе или при какой-то сделке при этом самой, я должен буду вам платить комиссию, чтобы это регулировал не ваша компания, а банк. Потому что я не знаю, как говорится, о вашей компании, ну, мало знаю о вашей компании, но, судя, смотрю по банку, это крупнейший банк. То есть, проще, чтобы он регулировал какие-то комиссии при сделках, они, получается, схема работает через заднюю дверь, то, что вы рассказываете. Это немножко, как бы, не совсем мне выгодно. Давайте... Я вас услышала, я вас поняла. Давайте... Вы меня поняли, ну, просто, если вы не понимаете, то я могу давайте еще больше объяснить. Я прекрасно поняла то, о чем вы говорите. Я прекрасно поняла то, о чем вы говорите. Давайте я свяжусь с финансовым отделом, уточню у них данную информацию, перезвоню вам немного позже, и, может, для вас будут какие-то индивидуальные выходы для того, чтобы работать на нашей торговой платформе. Мне нужно уточнить данную информацию, так как ранее таких моментов у нас не было, что, ну, все наши клиенты работают, скажем так, в данном формате. Смотрите, Виктория, хорошо, этот вопрос мы оставим на потом, у меня еще, как бы, по ходу нашего разговора появились еще вопросы, я думаю, вы на них не ответите. смотрите, я, вы меня слышите, да? Да, конечно. Алло, смотрите, я зашел на ваш сайт U-Markets, так, опустился ниже и там, где главное, документы пользовательское соглашение на вашем сайте. Есть такое, да? Да, да, да. Вот, раздел предоставил, ну, сейчас опускайтесь снижено, то есть, чтобы я говорил и вы за мной следили, за моей, короче, речью. То есть, есть раздел предоставление услуг прекращения пользования сервиса. Начали этот раздел. Ну, опускайтесь там, сейчас я скажу. Одну минуту. Сначала идет примечание данных. Да, да. Просто откройте это соглашение. Сейчас раз, да, есть. Так, опускайтесь ниже, 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 пока не увидите большими буквами раздел предоставления услуг. Точка. Прекращение пользования сервиса. Начали этот пункт. Одну минутку. Большими буквами. Раздел предоставлений. Одну минуту смотрю. Это вы говорите в самом конце? Нет, смотрите, давайте поднимемся в самый верх и начнем. Примечание о конфиденциальности данных есть? В самом верху? Да. Следующее идет у вас. Правомерность использования. Есть, да? Да, да. Следующее, большие буквы. Предоставление услуг прекращения использования сервиса. Увидела, увидела, я пролистала. Посмотрите, дальше, дальше, ниже. Раздел предоставления услуг прекращения пользования сервиса. Именно раздел предоставления. Да. Вот, нашли? Сразу поднимем идет. Да, да, да. Вот, я читаю, читаю. Предоставление права использования сервиса компании может быть прекращено по требованию компании в случае возникновения следующих обстоятельств. Первое, нарушение вами договора. договора. Какого договора? Какого договора? Я могу подсчитать этот договор? Ну, что я нарушаю? Договор заключается после активации торгового счета. А как активируется торговый счет? Мы же, по-моему, у нас уже есть, вы мне показали, депозит там, ну, то есть счет, получается, есть, но его еще нет. Да. Я вам открыла доступ на нашу платформу. Активируется он после активации и пополнения вашего депозита. Той суммы, за которую берется личный эксперт. Я с вами обсуждала этот момент. Подождите, а как такое может быть? А вдруг мне устрают какие-то условия в договоре? А я уже, как бы, активирую и отправлю деньги? А вдруг мне устрают там какие-то условия хранения, там какие-то комиссии. Подождите, вас же не заставляют активировать. Эльдар, подождите, вас же не заставляют активировать. Ну, вас никто не заставляет активировать и пополнять депозит. Вы должны принимать решение самостоятельно. Что вы и делаете? Вас даруки за ноги никто не тянет. Ну, я понимаю, но это... Да, так я хочу посмотреть тот договор, а вы говорите, он аж после оплаты, после активации счета. Наш договор отправляется исключительно после активации второго счета. В случае расторжения договора ваши средства вам возвращаются, даже если и... Так а где это написано? По инициативе нашей компании в связи с вашими определенными нарушениями, вы можете с ними ознакомиться, ваши деньги вам возвращаются, так как договор расторгается автоматически при расторжении договора все финансы выводятся на вашу карту. Смотрите, Виктория, я все прекрасно понимаю, ну то есть это все разговоры слова, можно ли почитать эти слова на бумаге, ваши условия, потому что ну никто так не работает. Вы есть в правильном компании, если вы хотите изучить договор. Ну, смотрите, еще хорошо, ладно. Следующий вопрос. Тоже в ваших документах пользовательское соглашение. Раздел счета, сервис и транзакция. Опуститесь, буквально найдется следующее. Так, листайте, листайте вниз, ну не знаю сколько это надо листать. Короче, тут написано, ну не знаю, может найдете. Мы можем менять. О, кстати, используйте поиск по странице, Ctrl-F и напишите менять, слово менять. Читаю. Это в вашем же упорозненном соглашении. Мы можем менять. У вас очень прерывалось, подождите. Мы опустились ниже. Что дальше? Идет текст в этом же разделе счета, сервис и транзакции. Я читаю. Ну, то есть тут он большой раздел, я боюсь, что вы не найдете. Ну, просто сейчас я прочитаю, а потом уже, может, вы найдете это предложение. Тут пишется. Мы можем менять, модифицировать и вносить поправки частично или полностью. Одну секунду, я вас перебью, извините. Мы с вами уже говорим час двадцать минут. У меня через три минуты, даже меньше, мне нужно активировать клиента. Человек написал мне на электронную почту, что ему нужно провести активацию, чтобы я была рядом всегда на связи, так как у нас приближается выход новости. Я вам перезвоню буквально в кратчайшие сроки, как только активирую своего клиента. Я вам приношу свои извинения. Давайте я вам буквально через 10-15 минут на дыру мне нужно провести активацию. Хорошо? Последний вопрос, Виктория. Ну, последний вопрос, и мы перейдем к активации счетам. Просто мне нужно убедиться во всех тонкостях. Я же говорю, я вам сейчас перезвоню. Мне нужно на данный момент активировать так же клиента, как и вы, с которым у меня была договоренность ранее, чем я вам позвонила. Ну, Виктория, я тоже уделил время. Виктория, я тоже уделил время. Если бы мне сказали, что у нас есть время, там, максимум час, мы, возможно, перенесли бы разговор. Ну, это тоже непорядочно вы поступаете. Ну, хорошо, тогда ладно. Чего-то было. Хорошо. Какой у вас вопрос задавайте? Я сейчас отвечу клиенту, чтобы он, наверное, еще немного подождал. Две минуты, смотрите. Я читаю. Внимательно слушайте. В этом же разделе, в котором мы говорили выше. Мы можем менять, модифицировать и вносить поправки частично или полностью в описанную вами, в описанную выше политику в отношении без лоповых счетов. Я вот это, правда, не знаю. По нашему усмотрению, без необходимости предоставлять любые объяснения или обоснования. То есть вы можете вносить любые поправки, что вам угодно, в описанную выше политику. Ну, то есть, как это понять вообще? То есть, все, что тут написано... Если вы нарушаете какие-либо, скажем так, наши соглашения, согласно нашего договора, мы вносим поправку, мы возвращаем вам ваши деньги, ваши институты, все заработанные деньги. И вы не являетесь больше нашим клиентом. Ваши разные несутся. Мы вносим такие поправки. Это является поправкой, которую мы вносим. Так же, поправки, если вы автоматически увеличиваете свой торговый счет, вы являетесь клиентом высшей класса. И мы автоматически вносим в наш договор между вами и нами эти поправки, что ваш торговый счет приобретает, скажем так, более финансовую устойчивость. Вы можете работать на других, скажем так, инструментах, и вам улучшаются сервисы. Потому что мы вносим автоматически эти поправки. Поправки есть разные, вы понимаете, и эта информация идет уже эксклюзивно, так как это информация, которая указана в договоре. Это эксклюзивная информация, которая указана в договоре. Данную информацию может получить клиент, который является нашим действительно клиентом, который прошел активацию. Так как это все эксклюзивные моменты, потому что не каждая компания при росте клиента, при том моменте, когда человек зарабатывает, раскачивает свой торговый счет, имеет возможность предоставлять ему те услуги, которые никто ему бы из других компаний не предоставил. Виктория, я очень хотел... Виктория, я очень хотел... Алло. Алло, Виктория. Да, да. Алло. Я, Виктория, очень хотел бы почитать, у вас же есть правила компании, о которых вы говорили. Вот, я просто очень хочу почитать правила, но я так понял, что вы их не даете, пока я не активирую счет. А вдруг мне эти правила просто на первой же минуте не устраивают, так зачем мне активировать счет? Если я не знаю даже... Но если вы предлагаете мне идти... Так, а зачем мне заводить и потом выводить? Вы предлагаете мне зайти в черную комнату, говорю, да ничего страшного. Если бы вы предоставили некоррестные условия, которые бы не устраивали большинство наших клиентов, мы бы работали 12 лет, если бы мы предоставляли неправильные, неудобные условия для наших клиентов? Я не знаю, я еще не знаю про вашу компанию, ничего абсолютно. Вы просто, если так провести аналогию... Ну, не перебивайте, пожалуйста, я пытаюсь вам высказаться, вы мне сразу... Вот смотрите, вы мне предлагаете зайти в черную комнату, вы предлагаете мне зайти в черную комнату и с условием так... Ну, если вам не понравится, вы выйдете. А вдруг мне не получится выйти? Ну, вдруг мне там по голове ударят? Я не знаю, ну, то есть вы мне предлагаете активировать счет и вдруг мне, если не понравится условие, вы можете их обратно забрать, эти деньги. Так а зачем мне вложить деньги, чтобы потом их забрать? Вы не можете сразу предоставить мне условия, все вот эти там комиссии, процент комиссии, может там очень много... Как в договоре, все вот эти форс-мажорные обстоятельства, то есть все, как говорится, на бумажке прочтут. И у вас же что-то написано же в пользовательском соглашении при нарушении договора. Я не вижу на руках этого торопа договора, вдруг я уже при активации счета его что-то нарушу. Да. Одну минуту. Заходите в раздел трейдера на сайте. Это где? На сайте трейдера. Да. Да, 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 сейчас. Заходите. Трейдер. Обучение налитика трейдерам, да? Таблица спреда. Спреда, да, да, да. Да. Нажимайте. Здесь вся информация по поводу комиссии в открытом доступе, вот вы можете с ней ознакомиться. На все инструменты. Хорошо, но это вы только мне дали один из тысячи пунктов, которые может быть в договоре. Вы понимаете меня? Вы у меня спросили про фиксированные комиссии, я вам ответила на этот вопрос. Давайте разбирать все по-другому. Я перечислил как одна из возможных. В договоре можно написать там, что, ну, понимаете, я не видел сам договор. Это, кажется, правило, правило, которое нарушать, потому что, смотрите, как взять, чтобы получить водительское удостоверение, обычно проходят учебу и плюс, как бы, знание правил. То есть, что мне нельзя проезжать там на красный свет, а вы, как бы, предлагаете мне сесть за машину и езжай. Если тебе что-то не понравится, типа, мол, ну, выйдешь. Понимаете, мне нужно все-таки знать правила, которые, правила вашей компании, о которых даже в пользовательском соглашении описано, чтобы не нарушать эти правила, потому что разрыв этих самых, как там пишется. Прекращение пользования сервиса, чтобы не предоставили. Хорошо, я вас услышала. Для решения данного вопроса я предлагаю, что сделать. Я сейчас передам всю информацию по вам, нашему сервисному отделу, человеку, который, скажем так, более будет в данном вопросе сильнее, чем я и компетентен, и ответить на все вышепоставленные вами вопросы. Все, он свяжется с вами буквально в течение двух минут, двух-трех минут. Хорошо? Я просто вас переключу на сервисный отдел. Оставляйте телефон возле себя и не отключайтесь. Ну, имеется в виду, не уходите никуда, буквально две-три минуты с вами свяжутся. Хорошо? Я сейчас даю запрос на сервисный отдел. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Прогрузилось... Одну минуту... Подождите, пожалуйста... Прогружается страница... Продолжение следует... 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 Смотрите, я вам давала на данный вопрос уже ответ. Поймите, вся дальнейшая информация, она является более эксклюзивной лишь для тех людей, которые становятся нашими клиентами. Есть определенные правила, что некоторую информацию я не могу разглашать. У меня тоже есть правила, которых я должна придерживаться. Хорошо, так вы мне ответьте, договор составляется после активации или не составляется? Да, договор предоставляется, но я вам еще раз повторю, что эта информация более эксклюзивная лишь только для тех, кто становится членами нашей команды и начинает сотрудничать с нашей компанией. Хорошо, я понял. Вам дадут ответы на все ваши вопросы, но в таких моментах, поймите, есть определенные правила, которым следую я. Смотрите, Виктория. Если у вас еще есть какие-то моменты, давайте мы их обсудим. Я открыта для обещания. Смотрите, момент первый. Если заключается договор после активации счета, как я могу знать, какие пункты, какие обязанности, какие требования, обязанности сторон может быть в договоре, если я его не вижу, и я как бы становлюсь вашим клиентом. Вот допустим, сейчас, подождите, я закончу предложение, не перебивайте. Допустим, в вашем договоре будет пункт, ну, я же не знаю об этом договоре, ну, допустим, есть пункт, пункт, в котором гласит о том, что вывод средств осуществляется после моего изнасилования. То есть, меня должны изнасиловать, тогда я выведу средства. Ну, я разве соглашусь на такой, значит, договор условия активации счета? Понимаете, договор должен быть изначально до того, как заключается договор, когда руки жмутся, тогда отправляются деньги. Как вы считаете? Если это не так, то это, ну, ну, никто не согласится на такие работы. Ну, ну, просто я не, как бы, не согласен на такие условия. Ну, еще есть один вопрос, конечно. Сидар, поймите, то, что, да, у вас вопрос довольно-таки интересен, и предположение тоже, я не спорю, но наша компания уже существует 12 лет. 12. Если бы были такие пункты в наших договорах, скажем так, с нашими клиентами, мне кажется, мы бы уже закрылись с первые пару месяцев. А мы продолжаем лидировать среди компаний. Но не каждая компания себе может позволить лицензированную работу на торговой платформе X-Critical, а также мы регулируемся государством. Поймите, данное соглашение, данный договор также проверялся. Если бы в нем были внесены какие-то некорректные поправки, какие-то некорректные пункты, ну, нам бы также не давали лицензию, также не было бы сертификата, так как мы регулируемся государством. Я повторюсь еще раз. Хорошо. Вопрос в эту же тему. Вы сейчас перед компьютером? Да, я не слушаю, я перед компьютером. Вы можете ввести то, что я вас попрошу, в поисковую систему? Ну, желательно в Google, потому что я через Google водил, и оно выдавало. Я сейчас вам продиктую информацию, чтобы вы ввели, мы поочередно разберем эту информацию. Введите три единицы. Один, один, один. Что, что? Три единицы. Один, один, один. А что это? Ну, введите, пожалуйста. Ну, вы скажите, что это? Что я, прежде чем перевести вас на торговую платформу, рассказала, куда я вас перевожу. Ну, вы сейчас увидите. Согласитесь, так? Хорошо, ну, давайте для вас это... Я понимаю, но я говорю еще раз. Хорошо, давайте для вас это будет просто загадкой. Ну, это интересно, я же не ввожу какой-то пароль, который взорвет компьютер, правильно? Просто введите те цифры, которые я вас прошу. Ну, хорошо, говорите. Только, действительно, Виктория Владимировна... Три единицы дальше. Да, две семерки. Две семерки. Две девятки. Ввели. Да. Потом 0,1. 0,10, 394. Да, да. Что у вас, что у вас выдает? Фрофорд. Какие первые страницы у вас выдает? Что? Какие первые страницы в Гугле у вас выдает? Фрофорд. Ну, Виктория, ну вы обманываете. Ну, какой строкор? Ассоциация специалистов сферы. Ассоциация карьерный рост. Вот, да. Ассоциация карьерный рост. Заходите на этот... Какой сайт выдает первый? Что? Какой сайт? Ну, то есть... Фрофорд в самом верху. Хорошо. Зайдите тогда на сайт руспрофайл. На какой сайт? Руспрофайл. Пропишите руспрофайл. Да, да. Зашли? Ну... И введите этот номер в поиск. Ну, мы сами с этим разбираемся. Я понимаю, о чем вы мне говорите. Ну, это регулятор, который вы мне спинули. Это номер ОГР. Да. Так написано. Организация ликвидирована. Ваш регулятор ликвидирован. А вы видите, что там написано «карьерный рост»? Ну, так тем более. Да, организация ликвидирована. Так и ОГРН... Ну, мы не являемся карьерным ростом. Не вы. Там другое название организации. Не вы, а ЦРОФР. Под этим ОГРНом числится ЦРОФР. Но в руспрофайле это ассоциация «карьерный мост» и она ликвидирована. Как это? Продолжение следует...